Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Суть его в том, что человек думает о смерти. Человек думает о суицидии и, в общем-то, останавливает его только то, что она беременна. Почему я отвечаю на этот вопрос? Потому что здесь несколько факторов. Во-первых, формально психолог не может консультировать человека, который находится на грани суицида. Это нужно понимать. Нужно понимать, что психотерапия обладает некоторыми особенностями, такими как особенности в виде переживаний, в виде инсайдов, в виде изменений психологического состояния человека. Что при имеющихся тенденциях к суициду, да, может быть опасным и может создать у человека такое вот, может быть, импульсивное такое вот желание покончить с собой. Поэтому психолог не может консультировать людей, находящихся вот на грани суицида. Ну, здесь ситуация такая, что, во-первых, клиент не находится в остром состоянии суицид. Она говорит, что, она говорит, что ее останавливает, то, что она беременна. И, соответственно, это хороший, позитивный момент в этом смысле. То есть острого состояния нет. И, соответственно, можно, в общем-то, постараться как-то эту ситуацию разрешить. Во-первых, во-первых, нужно обратиться, как и сказали уже, в принципе, мои коллеги, нужно обратиться к врачу, к врачу-психотерапевту, клиническому психологу, вот, либо, значит, психиатр, вот, для того, чтобы вам помогли, для того, чтобы вам помогли, вот, в данной, ну, проблеме. Потому что проблема серьезная, ну, вот, сама по себе, сама по себе она не решится, скорее всего, потому что, если бы она, если бы она сама решалась, да, то вы бы ее уже давно решили бы. Ну, вот, это первое, на что, пожалуй, хочется обратить внимание. Дальше, опять же, я здесь, пожалуй, как-то повторю, да, что... Сказала уже моя коллега, что на фоне лечения, да, на фоне лечения, вам нужно обсудить моменты, момент психотерапии. То есть, ну, возможность для себя организовать психотерапевтическую деятельность, да, психотерапевтическую работу, необходимо это сделать. Вот, и уже, значит, параллельно, значит, проходить лечение и параллельно заниматься психотерапевтами. Про что хочу в данном случае поговорить я сегодня, да, вот сейчас, на данный момент, и то, ради чего я, в принципе, и хотел записать ответ. О психологических аспектах суицид, да, именно, вот, о психологических нюансах стремлений к суициду, вот. И, значит, том, как или что с этим, в принципе, можно сделать. Вот, можно ли с этим что-то сделать, нужно ли с этим что-то делать, вот. Ну, само собой, само собой, конечно, я думаю, очевидно здесь, что делать что-то с этим нужно, вот. Потому как качество жизни, в принципе, падает, ну, довольно сильно, довольно сильно падает качество жизни, поэтому тут очевидно, да. Человеком смерть и стремление к смерти воспринимается в первую очередь как желание и вбежать чего-то, ну, во внешнем мире, вот, что, в общем и целом, не позволяет как-то вот хорошо и спокойно жить. Вот. То есть тут есть тенденция к избеганию. Это, пожалуй, первое, на что хочется обратить внимание. Да, самый чемпион. Смерть в данном случае воспринимается как ну, как избавление. Вот. Ну, по сути своей, да, воспринимается как спасение. Я бы даже вот, ну, сказал бы вопрос только в том, заключается, от чего же человек бежит. Вопрос заключается в том, что выступает в качестве тенденции, мотивирующей человека убежать. с какой ситуации человек не может справиться. Ну, вот, в данном конкретном случае. Вот нас в данном аспекте интересует этот момент в первую очередь. и, на мой взгляд, это первое, 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 чему нужно уделять вот такое, ну, качественное, я бы сказал, внимание. Да? это первое, ну, на что имеет смысл обратить внимание, ну, вам, например, когда мы говорим о стремлении вот к, ну, вот, к сути, не нужно избегать этих тем, скажем так, да, не нужно, только ни в коем случае избегать этих тем. Не нужно бояться этих тем. То есть тут важно об этом именно вот что важно именно об этом говорить в первую очередь. Необходимо об этом говорить, необходимо об этом разговаривать. Вот, необходимо, что называется, вот, с этим, ну, этим делиться с тем, кто, вот, ну, с тем, кто рядом с вами. Вот. Это первое. Да? Второй момент. На который хотелось бы обратить, обратить, вот, внимание, это то, что же вот, ну, что же вас беспокоит, что вас тревожит, что мотивирует вас от реальности уходить, убегать, прятаться и думать, думать вот про то, чтобы покинуть этот мотив. за что иными словами вы себя пытаетесь наказывать. То, что вы себя наказываете, ну, я надеюсь, что сомнений в том, что вы себя пытаетесь вот наказать. Нет. А, ну, в этом, вот, в этом смысле. мы сталкиваемся в какой-то степени со следующим моментом, этот момент можно назвать таким, таким, таким вот бичующим, ну, в какой-то степени мазохистическим, вот. то есть, вот как бы, чтобы мне, чтобы мне, вот, было, плохо, да, чтобы мне, чтобы мне было, тяжело, я себя, вот, собственно говоря, буду наказывать. Буду наказывать. Вот. То есть, тут вот такой есть элемент. А, дальше, вы говорите о том, что вас удерживает, а, ну, факт наличия ребенка, и, это, конечно, это, конечно, жанн. Хорошо, что у вас есть, ну, то, что вас удерживает, но, давайте тогда, а, признаемся в том, что есть вещи, которые вам важны. То есть, вы не отказались от всего вашей жизни, вообще на очевидном. Вы еще цепляетесь за жизнь, эм, кто бы что не говорил. И, на мой взгляд, это, очень, здорово, на мой взгляд, это, очень, очень, хорошо. И, при, необходимости, э, при, желании, вы можете, э, ну, развить, э, вот, это. Да, то есть, вы можете, развить этот аспект, вы можете, развить в себе, ага, ну, вот, вот это, это, э, стремление, вы можете развить в себе этот стимул. А если, конечно, вы этого, э, захотите, если вы, ну, как бы, можете, если вы сможете этому уделить, у, или уделять, внимание, да, по большому счету. Э, вот, ну, тут, э, момент, э, немножко другой, да, вот, хотите ли вы, хотите ли вы это делать, а, потому что, пока вот, не совсем просто понятно, э, хочется ли вам, э, ну, в этом направлении двигаться, или нет, вот, хотите, хотите ли вы, вот, в том, так скажем, направлении, вот, но это уже, что называется, такие вот, детали, да, важны, они важны, эти детали, они важны, они очень важны, вот, но, именно, вот, в силу, ну, как бы, в силу, в силу того, э, шпион, шпион, пока не знаю, э, ваша, э, вторая, ваша эмоциональная составляющая, э, говорить об этом, э, пожалуй, что, ну, наверное, не совсем, вот, э, как, ну, не совсем корректно, вот, то есть, как бы, как бы можно, об этом говорить, но не, но не совсем корректно, можно об этом говорить, но, в данном, э, случае, вот, что называется, а, есть, э, вот, ну, свои определенные нюансы, здесь. Опять же, повторюсь, э, да, чтобы вас не травмировать, чтобы, вот, не, э, эм, причинить вам, вот, в этом смысле, э, боль, да, и чтобы вы, ну, как-то, вот, э, чувствовали себя, лучше, чтобы это, ну, не было, вот, э, чем-то, таким, э, откровенно, вот, э, тяжелым, э, сейчас, для вас, и, вот, чтобы вы могли, увидеть, для себя, что это не так, э, сложно сделать, ну, ну, опять же, вот, призвание, конечно же, вот, вот, это, то, что, хотелось, бы вам, ну, на данный момент, наверное, сказать, да, вот, то, что, хотелось бы, озвучить. вполне вероятно, что, вас к этому, э, ну, э, вас к этому, э, попалкивают, э, попалкивают, вот, какие-то, мысли, э, ну, может быть, даже, чьи-то мысли вас к этому попалкивают. вот, так вот, в принципе, оно, э, ну, тоже было, э, частенько, вот, такое, ну, частенько, частенько, такое, вот, что, э, подталкивают, вот, такие, мысли, э, определенных, скажем, людей, которых, э, ну, мысли которых вы, там, можете, э, повторять, да, мысли, которых вы можете, э, вот, ну, порой, э, совершенно, вот, на автомате, как-то, э, э, себе, э, э, проигрывать, э, проигрывать, э, проигрывать, себя, в, э, голове. и это, э, э, все, э, ну, ну, это все может, э, очень, э, серьезный, э, серьезно оказывать давление, на вас. Вот. И, на мой взгляд, крайне важно, эти аспекты, э, отслеживать, э, на мой взгляд, э, э, крайне важно, это, вот, что называется, э, вот, будет, себе, э, замечать, э, вот, и дальше уже смотреть, что мы можем с этим сделать. дальше уже как-то это исследовать, дальше уже, э, э, с этим работать. При условии, повторюсь, если вы этого хотите. Вот. Если вы этого не хотите, не хотите, то здесь, как бы, ну, вы же зачем-то, э, как бы обращаетесь, да, к психологу. Значит, хотите что-то исправить. Вот. Э, значит, таким образом, отвечая на ваш вопрос, что вам, э, э, сделать, вот, а, я бы сказал следующее. Э, э, отвечая на ваш вопрос, э, вот, по поводу того, что вам, э, можно сделать, вот, э, в этой ситуации, э, пойти на психотерапию, то есть заняться, э, с, э, собой, э, заняться с, э, собой, э, заняться с, э, своей жизнью. Вот. Э, изучить ее, исследовать ее, если угодно. Вот. Для чего? Чтобы, э, разобраться в себе. Э, э, чтобы, э, повысить, э, вот, э, э, качество своей жизни. Э, э, ну, вот, э, э, ну, ну, максимально, скажем так, э, э, для вас, э, вот, возможно, да, максимально для вас, э, допустимо и, э, приемлемо, ну, приемлемо. Вот. Это вот, э, 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 такой аспект, как мне кажется. И, соответственно, я думаю, что именно в этом направлении вам и нужно двигаться. Вот. В, э, собственно, ну, как бы, своей жизни. Э, э, сейчас, по крайней мере. Да? Понимаете, понимаете, о чем, э, идет речь? Вот, пожалуй, что, такой ответ я бы мог вам, э, э, ну, вот, э, сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии вам предоставят. Отдаю ли я себе отсчет в том, что, скорее всего, этого недостаточно. Да. Отдаю. Понимаю ли я, что, скорее всего, вам этого мало, да. Понимаю. Но, тем не менее, сейчас вам можно помочь только так. На этом все. Я надеюсь, что, что мой ответ был вам полезен, интересен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо.